Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Кьюди за микрофоном, по-прежнему я Андрей, и сегодня мы продолжаем с вами проходить игрушку под названием Ведьмак 2 Убийца Королевства, интересно то, что мы выяснили, где сидят убийцы Хенцель, попытавшиеся его убить, я уже за кадриком сюда подбежал. Да мне насрать, на чём он предупреждает. Ладно, не насрать. Ты дурак, что ли? Ты кто такой, сука? Пошу и говна, по-братски. Ой, он застрял, лошара. А ты, я не знаю, ещё посильнее не мог оказаться. Давай, всё нормально. Так, эликсиры. Я хочу выпить игроча и ласточку. Чтоб меня хылило, и я ещё и был сильным, как волк. Вот. Всё. Всё, вытирай свой потный лоб и иди. Воюй. Так. Сердце горгульи. Пойдёт, мне это пригодится. Сейчас я буду лутать всё, что можно. И нельзя. Такс. Это всё мы обходим. Это я всё помню. Чё? Насрать. Я знаю то, что надо идти в другую сторону, я хочу сюда. Ага, заперта. Смотрели. Угу. А там так-то вроде как, ну чё-то куда-то есть проход, как я понимаю. Он погнали махаться. На, пожуй. Пожуй. Пожуй, говно. Пожуй, говно, по-братски. Ай, больно. Всё, готово. Уничтожено. А, про горгульи каменные, камень стихии. И здесь ещё один. А, здесь. Серьёзно, вы мне этого дебила сюда поставили? Зачем он же лоб? Это вообще бесполезная хрень. Вот самый бесполезный, наверное, моб в игре. Это голем. Вот и всё. Меральт. Что? Кто это сказал? А, кошмар, он реально там сидит. Я испугался. Чё так пугать-то, придурочник? Так, есть что-нибудь ещё? Скажи, что есть. Он тут нож какой-то летает. Вот это не лутается. Грустно, печально. У вас что тут случилось-то, придурки? Зэрит. Шиала знала. Она хотела уничтожить доказательства. Какие доказательства? Чё ещё? Мы не хотели бросать тебя одного. Куда? А что ты говоришь? Почти получилось. Подумать только. Дикая охота. Мы могли избавить мир от призраков войны. А чё происходит? Охрененную информацию донёс. Спасибо. Мы не хотели бросать тебя одного. Мы могли избавиться от дикой охоты. Круто. А, ну он вспомнил хотя бы. Синематик, ура. 13 сентября, 16 сентября, 69-го года. Ущелье Гидры. По условиям центрийского мира. Здесь были казнены 53 офицера бригады Врихит. Им перерезали горло. Тела эльфов сбросили в пропасть. Не знаю, зачем сюда пришли всадники охоты. 23 ноября, 69-го года. Центра. Деревня Холодный Ключ. Следующая жертва дикой охоты. Мальчик, 11 лет. Его родители утратили надежду. Я устал. 24 февраля, 70-го года. Перевал от рамки. Хрена себе, он уже год катался. Императорская мантикора. Одно из самых опасных чудищ мира. Раньше я был бы счастлив в такой встрече. Теперь тварь была лишь преградой на моём пути. Но её мясо и горячая кровь помогли мне выжить. 30 мая 70-го года. Яруга. Охота стремится на юг. Всадники похитили уже 23 человека. Всем от 10 до 20 лет. Всем, кроме Янифер. Ей 120. Ну, сапоги у тебя, Гаша, модные. Ничего не скажешь. Начал что-то вспоминать потихонечку у нас с Герасим. Оно так же, видимо, без этого. Безуспешно пока что. Так, чё это? Говнище. Понятно. Спасибо. Говнище в квадрате. Он кажется другим, но на деле мы так похожи. Мы прошли ту же дорогу. Испытание, обучение и столько убитых чудовищ, что мы потеряли им счёт. Как и убитым людям. Разница видна в мелочах. Когда я вижу, как он двигается в бою, мне становится страшно. Но я так же вижу, что он может не меньше моего, если не больше. Смущает одно, та единственная... Смущает, однако, та единственная, самая важная разница, которую я не смогу точно выразить слованием. У него есть цель, он одержим ей. Он не носится по свету, словно лист, подхваченный ветром. Иногда мне кажется, что он ощущает эмоции, но каким-то более глубоким, недопустимым для меня уровнем. Это патология. Я думаю, что балансируя на грани инстинкта и эмоций, он очень много сил вкладывает в поддержание своего психического здоровья. Я надеюсь, что мне удастся узнать её лучше и поучиться у него. Возможно, он научит меня жить. Это он, скорее всего, про Геральта пишет. Грустно. Сдох Челикс. Ну, видимо, нормальный был когда-то, когда там Геральт ему помог. Давай вылазь! Терпилась! Всё, катимся обратно к Детмальду. Блин. Дрочь вот это вот, мне вообще не нравится. Чумим, меч горит. Кто он странно? Непонятно. Это не открывается до сих пор, да. Я думал, может, всё-таки открылось. Но нет, нет. Ладно, погнали к Детмальду. Так, до Детмальда я докатился. Ура! Ну, как ты поймал его? Шиала меня опередила, а он мёртв. Вот, сука! Теперь она наверняка по ту сторону мглы. Пойдём, ведьмак. Надо снять это чёртово проклятие. Погнали. Я выпросил у короля медальон, который ты искал. Держи! И сейчас он реально будет без медальона, а ему переделали текстурку. Ну, вот чисто так. Проверка на реализм. Ни хрена я не снял. Обман и провокация. Плюс два уровня. Докачиваем эту хрень. Снижение урона плюс пять процентов. Либо же позволяет наносить удары. Ну, скорее всего, да. Вот это вот мне сейчас более интересно. Хотя тут, блин, качать больше. Ничего страшного. Ничего страшного. Позволяет наносить удары нескольким противникам. Урон дополнительным противникам сто процентов. Ни хрена удобно. Ну, и чё? А, ага. Я готов снять заклятие. Значит, есть шанс, что мы скоро двинемся на Эдил. Ой, спина зачесалась. А тебе вернется память. Да. Мне понадобится твоя помощь, чародей. Яду. Они сами тебя найдут. Их притянет аура артефакта. Впусти в себя их мысли, их слова, их волны. Хорошо. Геральд, есть кое-что ещё. Я сканировал поле битвы и наткнулся на душу дому правителя. Он отличается от других. Кто это такой? Он изменился. А кто это? Траук. Этого я и боялся. М-да. Удачи, ведьмак. Принять участие в призвищной битве. Во мгле. Ну, поехали, чё? Покатились, а так скажем. Чё вам рассказать интересного? Ну, не знаю. Тепло сегодня. В принципе, последнее время. Либо плюс, либо там маленький минус очень сильно. Всего больше рассказывать нечего. У меня есть такой вопрос. Достаточно странного характера. Вот у меня у одного мусора накапливается? Два пакета за день или нет? Я вот потому что вроде выкинул мусор, а потом чё-то вот как-то я вроде не покупаю ни хрена. А потом оп-оп-оп и резко у меня два пакета с мусором. Странно очень. Ну ладно. У вас так же интересно или нет? Салам алейкум. Я теперь рыцарь. Тепло. Хорошая осень. Антоновка подоспела. Эх, не нам её срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. Чего мы ждём? Айда резать каидвенских сук. Давай. Ещё не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы Димовент с Хенсельтом на твёрдой земле сошлись. И решили бы всё, что нужно. Мой Шурин родом из Кридвенка. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткните глотки, мать вашу! Кридвенцы, животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и жечь нашу землю. Так что мы, сами её отдадим! Вперёд, сучья семя! Нет, дать сигнала. Хватит медлить! Молчать! Чё происходит? Ручники, стрелы поджигай! Цель с первый вал! А я? Вперёд! Хватай вражде с нами! А я? А как же я? А я в роли ведьмака или я в роли? Да, я в роли обычного солдата. Но, прикольно. А я уворачиваться не умею. Проблемка нарисовалась. У меня перс уворачиваться не научился. Ну и по мне урона вообще практически не проходит. Правда. Быть. А я наношу пипец какой огромный дамаг. А, нет, смотри-ка. Вот эта жаба меня больно коцает. Иди отсюда. Мудак. Атакую. О, нормально. Меня высосало. Где я? Мне не прикольно. Так. Второй прикол пошёл. Знамя захватили. Они перестреляют нас, как уток. Надо предупредить, что это засада. Без подкрепления мы не справимся. Я должен их предупредить. Нет. Книжната сифилис. Давай, живо, пока нас не перебили. Всех до единого. Ну, погнали. Пойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человек. У меня руки в крови. Да идём. Нормально всё будет. Сейчас порежем всяких дегротов. Он там. А, ну ладно, я думал, один хотя бы останется. Доложить коммендирую, что знаем, пало в руки врагов. Погнали. Ох, ни хрена. Погнали. Сильно быстро летят. Охренеть они лупят. Жёстко. А всё? Нет. Прекратить обстрел. Это наши. Ну, зашибись, это ещё и свои же стреляли. Прикольненько. Всем бы так. Это что за жаба клала? Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвёмся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должна быть, они выкопали рвы ночью. Днём поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Каждого третьего полезит. Глевел, нам нужна подмога. Не будет подмоги. Разбирайтесь сами. Ты чё, дебил? Подвигли Висик. С тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают? Полководцы не чародейки. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, ведьма. Ты себя-то видел? Господа офицеры, отправляйтесь к своим частям. Пипец. Ни хрена себе мечик. А можно мне такое? Мы идём в бой. А мне эту шабу замахать надо. Может, ты и окончил разговор, но я ещё нет. Я за Сабриной пойду? По идее, да. А это как раз-таки то заклятие, в котором она уничтожила, как в своих, только чужих. Хоть посмотрим на это зрелище. Чем тебе помочь, Сабрина? Она призвала Филиппу. Моё, была верная, я предлая Хенсель-то под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсель-то захватить венний Эдил. Равновесие сил на Семьере будет нарушен. Но она красивая, с глазками-то была. Я знаю только двоих, но если по именам, может быть, и остальных тоже. Но налицо? Нет. Насрать. Гегемония Хенсель-то помешает планам логи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Говна! Тут два дебила рубятся. А, это я вообще, по-моему. Это всё, на что вы способны? А, нет. Быстро же вы дохнете. Кто из Кейдвенцев выйдет против Сельдкерга из Гулетты? Я. Ну или не я? Летс го, махаться, пацаны. Ох, нихрена у него палка шваркалка. Ай. Да тише ты, тише. Давай нормально пообщаемся. И вот не люблю щитоносцев, они козлы, если честно, все. Погнали, мясица! Ой, подоставали. Теперь их ещё больше со щитами. Ой-ой-ой. Какие, какие вы нежные все. Давай, 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 давай. Нормально общаемся. Блин, я вот... Всё никак не могу поймать этот... Чат. Я хочу сделать. Давай. Ты чё, дурак, что ли? Почему уворачиваться нельзя? Вот это вот грусть, печаль. Так, одного забрубили. Добивай. Всё, круто. Ой-ой-ой. Так, ладно, погнали, далее. Пока тоже у меня вкатывают. Вот эти кости прикольные. Чел ещё выдает какой-то лютый типс. О, ну это фуфло. Я таких на завтрак хава. А, ну ты хочешь сказать, чтобы я с ним сражался? Сам? Так будет даже проще. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать вандергривта на поединок. Он тебя убьёт. Сельдкирк не боится смерти. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, это работа не для рыцаря, а для ведьмака. Я делаю это ради моих людей. Хорошо. Это есть уж домоправитель? Вот это жаба. Ты кто? Я не поняли, в чём дело. Ты серьёзно? Вот это говно. Это всё? Страшно ужас. А вот это вот страшно ужас. Ты меня подвёл. Кто ты? Я твой кошмар. Мясо серьёзно? А у меня... Сохранится бы мне! Пипец. Как он... Как... Ты что? Что это? А как от него уворачиваться хотя бы? Можно вопрос? Как его парировать? Это что за херня? Что это такое? А как это убить? Лысину своего почешу сейчас? Подожди. О, что реально непонятненько. А как мне это убивать? Пошёл нахер. А, и он сразу же с этой атаки начал? Ты что, охерел? Я спрятаюсь. Ай, ему насрать! Тихо. А как мне с ним драться? Он мне даже встать нормально не даёт. Может чисто на бэках его держать, типа? Да ни хрена. Ёб твою мать, а чё мне делать-то? Мне бы хоть бы гайд написали, как его убить. Врежься, пожалуйста. Разгонись и что-нибудь врежься в натуре. Питон. Какой нахер требушет? Ты что, дебил? А мне как с тобой сражаться? Подскажите, пожалуйста, милости ли вы, господин? Давай, разгоняйся. Он своей палкой по мне попадает где угодно. Я не могу ему дамаг нанести. О, что это было? Синема хуня. Вот сей хуня. Я это сейчас правой рукой сделал. Так, давай отбалансированным попробуем. Какие нахер лучники? Ну, давай попробую тебя бабахнуть, пока ты... Отвали, пожалуйста, от меня. Требушет! Хуй, соси! Санек! Нет, слушай, этот требушет будет бабахать и бабахать. Да как? Мне не нравится. Мне не нравится. Он мне сходу наносит до хрена урона. Ой-ой-ой, он за мной побежал. Отстань от меня по-братски. Он еще когда ходит, у меня экран трясется. Хуючники! Хуючники! Как тебя убить? Объясните, пожалуйста, мне. Бедному человеку. Первый раз Ведьмак 2 прохожу. Пошел в жопу, Санек! Захавай мечик. Хуючники! Хуючники! Прям хлебало я ему буду кидать эти ножки. Хуючники! Да хуючники, я уже тебе сказал. Я не знаю, что с ним делать. Реально вот так вот чисто из-за камня его ножами закидывать? Ну, мне кажется, это... Долго не продержусь я такими темпами. Он еще реально когда ходит, у меня экран трясется, как у алкаша у последнего руки. Он еще бегает быстро, сволочь. Отвали от меня, пожалуйста! Я тебя боюсь, я тебя боюсь. Скажи, пожалуйста, лучники и все, и успокаивайся. А-а-а! Слушай, а по нему урон-то проходит нормально даже вроде. Вот сейчас щит меня очень сильно спас, а сейчас не спас. Встань, пожалуйста, пожалуйста! Он сюда же залезть смог. Это же все это пипел. Отмоли от меня. Они как отсюда вылезти теперь? Как мне вылезти? Хуючники! Он лох, он застрял. Я тоже лох, я тоже застрял. И че мне теперь его накидывать ему? Да ёпта! Ну вот что? Что? Что это? Что это? Как это? А потом меня друзья спрашивают. Андрей, а почему ты в соус-лайк игры не играешь? А потому что? Потому что как я буду боссов убивать? Ладно. Старвать я для этого. Хуючники! Хуючники! Сейчас. Где целик? Лови! Все, окончились твои хуючники. Где целик? Вижу. Лови! Хуючники! Так. Я его тихонько путь свою броню как бы, но это мне особо не помогает, если честно, вообще никак. Мне надо его как-то заскамить на удары. Вот я его сейчас два раза ударил, но че-то как-то особо эффекта это мне не дало никакого. Еще и три бушет этот херачен. Я колобком от тебя буду кататься долго-долго-долго. Три бушет! Три бушет! Пошел в жопу! За своей три бушетой! Дебил! Лови в лицо! Ну, кстати, ножички вроде помогают, так, слегоньца. Он опять злой! Лучники! Та щит наложу, погоди, спасибо. Где ты? Ой, ей, ей. Он за мной побежал. Он за мной бежит. Begin, Begin, Begin. Неправильный глагол. он эти ограждения ломает как ни хрень делать я тебя долго бегать будут мне объясни просто я не хочу чтоб ты меня бьем пока норм вот теперь не норм пошел нахер но он как бы наносит как бы как бы якобы я вам пол хп снёс но тут реально чисто на отбеганиях играть сколько эти с ножа снесу братец ты сейчас без брони тебе ножички нормально вкидываю да мне насрать лучше-то лучников призвала правда на самом деле прям в лицо мне летела я еще поджегся немножко лучники эта тема мне на них вообще насрать а тебе это будет больно я не знаю это честно или нечестно то что его сейчас просто ножами закидаю я не хочу с ним в дуэль вступать он ведь конченый у меня убьет но зря ты это все прощай бам я не знаю по моему ты это только что придумал смерти ждать я выведу вас как пастырь выводит стадо в безопасное место из мрака отчаяния мне реально вести за этого додика сейчас надо будет ага мне надо добраться до выхода у погнали для парня умирают ой хотя бы одного спасти и 1 спас невкусно прекратите это наши люди гибнут это убийство спаси нас государь сабрина это твоих рук дело велите отрубить атаку ваше величество верно бегут и только эдирно посмотри на этих безумцев еще утром они были цветом моего рыцарства если им дать подкрепление они справятся но позволил тебе использовать чары государь если вы ударить и сейчас верхний айдирн будет вашим ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей государь битва была проиграна ты опозорила меня перед димовендом его бойцы сражались до конца как подобает людям чести я приговариваю тебя к смерти сабрина глевисик ты будешь сожжена на костре ты пиал я еще вернусь сюда и возьму свое а но это типа все походу ну какая-то кат сцена пошла а снимать их даже субета июля 70 лиса ангрена даже ведьмак не сумеет отбить удар который нанесет таслись к хвостом или это не сумел но каким-то чудом вышел я помог ему ведьмаки на пути должны помогать друг другу с ним были два товарища братья ведьмаки из школы змеи охота по-прежнему стремилась на юг или это знал куда именно он знал где закончится скачка так это все что ты вспомнил наконец-то ты проснулся где мы в самом безопасном месте в лагере дружище это бордель как я сюда попал я нашел тебя на поле ты там валялся без чувств угла исчезла три дня назад три дня три дня ты уверен за это время уже уже съездил в глубь кайдвена с какой-то таинственной миссии и вернулся пипец ты сюда к шлюхам пришел ты шутишь верный товарищ еле жив а я буду развлекаться хочу напомнить что ты сейчас в борделе но по служебной надобности а это не считается ладно сэдрик был прав сила призрачной битвы возвращает память перед тобой открылась следующая глава поэмы геральт из ривии но типа того догнать дикую охоту кто лето убийца фольтеста я спас его от смерти а он знал как искать дикую охоту я не помню спасли мы йеннифер или нет что здесь произошло пока я был без сознания до жопа много всего ты изгнал призрачную мглу хэнсельд задержал наступление а дэдмальд рехнулся чум в каком смысле дедмальд рехнулся хэнсельд прижал его за то что тот не рассказал ему о заговоре потом еще добавил потому что колдун не поймал главных заговорщиков из-за такого он мог с ума сойти дед мальд мужик амбициозный теперь этот амбициозный мужик хватает всех по малейшему подозрению допрашивает пытает и вешает уже три дня пипец он делает то что умеет лучше всего почему хэнсельд задержал наступление дворяне офицеры хотели получить какие-то гарантии того что не будет договора с нильфгардом и что они получат землю в долине понтера и хэнсельд согласился да где там взбесился обозвал всех трусами но с дворянами нельзя не считаться три дня подряд торговались в результате он убедил большую часть армии что-то там кому-то пообещал и двинулся на верген битва должно быть уже началось пипяу известны кто стоит за заговором кто предводитель арестовали брикфельта кирима и скайн горна и гуннера блекенхэви со всей свитой и никто ничего не знает а я знаю где найти главу заговора это ты я всегда говорил что бордель это лучшее место под солнцем тут можно не только не тени лютик у него кстати помада вон с кубами на шее пусть тебя не обманывает ее прозвище это прекрасное к делу не знаю с кем она разговаривала я не видел его лица зато слышал что он сказал шеф передаст указания сегодня в доме над обрывом лютик вот еще что твои памфлеты если дед мальту знает ты прав нам надо уносить отсюда ноги тебе надо уносить ноги и быстро я не оставлю тебя геральт нас ждут приключения вот-вот падут целые королевства будет о чем слагать баллады ему лишь бы баллады писать игры кончились ты что не понял если дед мальт до тебя доберется ляг на дно где-нибудь подальше от долины понтера клапа едешь ладно я сделаю это только для тебя съезжу в оксенфурт передам привет общем знакомым а когда весь этот скандал утихнет я тебя найду хорошо бы сомневался у нас еще остались не оконченные дела ты-то что будешь делать найду шиалу и убийцу королей верну себе память но прежде всего узнаю кто стоит за заговором есть у меня кое-какие подозрения ты думаешь это шала уезжай лютик и до встречи старый друг я потом все расскажу отвечаю только свали по-братски спасибо ладно ребят продолжим мы уже разгадывать всякие заговоры в следующей серии огромное всем спасибо за просмотр если понравилась данная серия поддержите лайком подписчика на канал конечно же комментарии моток всем до новых встреч всем удачи всем пока пока